Как не заблудиться в лесу, что взять с собой в поход и как вести себя, если потерялся в торговом центре. Вот основные темы урока безопасности. Самое главное правило, в лес мы одни не пойдем, да, мы пойдем только со взрослыми. И теперь нам с вами нужно будет собраться в лес. Что нам нужно с собой взять в лес? Воду. Воду, да, воду. Давайте про воду поговорим. Воду, да, мы возьмем с собой воду. Воду мы берем с собой, питьевую обычную, не сок, потому что с него очень хочется пить. В роли учителей – волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В конце прошлого года они организовали условную школу безопасности. И теперь посещают образовательные учреждения города, чтобы рассказать младшеклассникам секреты выживания в каменных джунглях. Мы рассказываем о том, что они могут обратиться ко взрослым с ребенком, так как это более такое… доверие вызывают люди, потому что дети, как правило, да, со взрослым. То есть мы не рассказываем о том, что взрослым доверять нельзя. Можно, но не всем. Это первоклассники 24-й школы. Малышня довольно резвая и эрудированная. У каждого мобильный телефон. Все знают номера родителей наизусть. Учитель Наташа рассказала детям, что для безопасности нужно придумать с родителями кодовое слово. Оно и будет защитой от происков недоброжелателей. Поделилась волонтер и другими секретами. Не надо бегать по кругам в лесу. Искать надо стоять на месте. Не садиться к незнакомым людям в автомобиль. Если они говорят, что они знакомы, просили, чтобы ваша мама забрала у вас и отвезла куда-то. Не надо с ними ехать. Уроки безопасности в школах тоже проходят, но и изредка. Такими практическими советами учителя поделиться не могут. Поэтому приглашенным гостям они очень рады. Занятия для детей полезные. Мы говорим с детьми о том, как нужно правильно вести себя, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Как нужно вести себя дома, когда они оказались одни. Или потерялись в общественных местах. Это и на классном часе мы говорим, и на уроках окружающего мира. И перед выходом обязательно в театр, в кино тоже напоминаем им, как нужно вести себя, чтобы не потеряться. Школы безопасности организованы в разных городах страны. А в Иванове занятия только набирают популярность. Учиться никогда не поздно, поэтому о замбезопасности волонтеры обучат и взрослых. В феврале Лиза Алерт открывает новый проект «Родительское собрание». Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Это снимает немного, но очень полезная вещь.